Всем добрый день! Сегодня мы с вами испечем простой ягодный пирог. Готовится он очень-очень быстро. Заморочек особо с ним никаких не нужно. Ягоды можно использовать абсолютно любые. У меня, в моем случае, малина. Если вам интересны простые и несложные рецепты, которые готовятся довольно быстро, оставайтесь со мной, а мы начнем готовить. Для пирога мне понадобится 100 грамм сливочного масла, 150 грамм сахара, 200 грамм муки, чайная ложка разрыхлителя, 2 средних яйца и, в моем случае, это малина. Ягоду можно взять абсолютно любую, которая у вас есть. Сразу я взобью яйца с сахаром. Можно взбивать венчиком, можно миксером, чем вам абсолютно удобно. Сюда же я добавляю растопленное сливочное масло. Только смотрите за тем, чтобы масло не было слишком горячим, чтобы они свернулись яйца. Размешиваем еще раз. В образовавшуюся массу я добавляю разрыхлитель. И сюда же добавляю, высыпаю просеянную муку. И все это перемешиваем. Сейчас мне будет удобнее размешивать немножко ложкой, потому что тесто получается довольно клейким. Размешиваем до однородной массы. Тесто у меня уже готово. Выглядит оно вот так, как на кексы. В принципе, можно форму брать не как для пирога, а взять форму для кексов и сверху положить немножко ягодок. Это уже можно варьировать даже по вашему желанию. Я взяла вот такую вот форму. Она у меня примерно 20-22 см. Я уже ее подготовила, смазала растительным маслом. И теперь я просто тесто выложу в форму. Выглядит оно у меня сейчас вот так. И сверху просто ложим ягоды. Поскольку сейчас зима, они у меня замороженные, летом прекрасно можно воспользоваться любыми свежими ягодами по сезону, абсолютно, которые нравятся вам. Вылаживаем сверху наши ягодки. И уже вместе с ягодой я отправляю в духовку, разогретую на 180 градусов примерно на 30 минут. Пропекаемость я проверяю зубочисткой или вилочкой. Здесь уже время варьируется от взятых ваших пропорций, величины формы и пропекаемости вашей духовки. Отправляем и выпекаем. Вот так выглядит у меня уже готовый пирог. Я его достала из духовки и дала немножко ему остыть. Сверху можно посыпать сахарной пудрой, по желанию корицей, либо оставить просто так. Давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Я немножко разрежу и покажу вам. И вот так вот он выглядит в разрезе. Он выглядит не только аппетитно, но и получается довольно вкусно и готовится очень быстро. Если понравился данный рецепт и вариант пирога летнего такого, ставьте пальчик вверх. Не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить выходы новых видео на канале. А на сегодня у меня все. Спасибо за внимание и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok